Увеличение количества возможного интернет-контента буквально в геометрической прогрессии постепенно рассеивает внимание контент потребителя и снижает ценность любого контента как единицы информации. Одновременно с увеличением количества самого контента происходит рост количества связанных с нему лайков. Если иметь в виду, что лайк это своеобразная валюта признания качества товаров того или иного контента, то валюта эта не должна обесцениваться вследствие вышеуказанной непрерывной эмиссии. Ведь в первую очередь сам товар, коим выступает контент, постоянно количественно размножается, но в реальности мы наблюдаем иную картину. Кризис перепроизводства контента или другими словами кризис гиперинформативности интернет-пространства девальвирует лайк и его ценность снижается. Сам процесс лайканье не расценивается контент потребителям как трата. Это значит, что лайк утратил важное место в процессе контент-обмена, ведь он уже не несет в себе единицы ценности и по сути ничего не означает. Тут можно было бы задуматься о том, что раз исчезает означающее, то исчезает и означаемое. Но мы не будем ни сейчас, ни впредь бессмысленно блуждать по терминологическим лабиринтам, что понастроили когда-то эти сомнительные французские пидорасы от философии. Печально, но гиперинфляция лайка, которая происходит сейчас на наших глазах, закончится его исчезновением.